Всем привет, с вами Дмитрий Ячков и сегодня я хочу с вами поговорить только об этой колонке. Цена 540 рублей, приехала ко мне буквально на днях. Если честно, она мне очень понравилась. Цена была, когда я покупал намного дешевле, стоила 450 на 100 рублей. Разница не так уж и много, но все равно за свои деньги она стоит этих денег. И так мы начинаем обзор, поехали. Ну что же, давайте посмотрим, что идет в комплекте. Цена, я уже сказал, 500 рублей за свои деньги, это очень хорошо. Сначала мы видим вот такой вот небольшой стандартный и нестандартный провод. Ну почему нестандартный? Потому что таких проводов у нас в России очень мало, но если вы найдете, это очень хорошо. Итак, как подключается? Это очень интересное подключение. Здесь у нас идет мини-USB, а здесь джек. Вы не найдете такой разъем личный, я у нас в магазинах наших не видел. Если мы достанем нашу колоночку, что в принципе нам сделать и надо будет, здесь нет обычного джека, то есть вам надо подключать его через мини-USB, и потом уже сам джек вставлять в ваш телефон или в планшет, или в компьютер. То есть это решение очень такое непонятное, непростое. Если вы потеряете этот провод, вам придется, я не знаю, или перепаивать, или где-то искать. Поэтому этот провод вам нужно сохранить. Ну и обычный USB, в принципе, вот такой провод найти намного легче, чем вот такой. Ну понятно, провод в комплекте, колоночка в комплекте. Также идет небольшая инструкция, ну где рассказывают, какие есть интерфейсы, что как вставляется, что с чем едят, ну и вообще, сколько она работает. Два часа автономной работы заявлено производителем, ну а мы ее протестировали и узнали, то что работает она намного больше при средней громкости. Ну а громко здесь суперская. Итак, давайте ее включим и посмотрим, как она поприветствует. Давайте ее включим и послушаем. Он нам хочет сказать, что надо подключить. Сразу пишет запрос на сопряжение. Он меня как-то нашел, но давайте подключимся. Хотя вам, наверное, придется зайти в телефон и вбить подключиться, и тогда вы найдете эту колонку. Называется она вот лично. Он меня опередил. У меня она называется вот именно так, верхняя строчка. Вот, значит, мы подключились и, в принципе, теперь можем, наверное, уже коннекции, можем воспроизводить любой муск. Но давайте все-таки пробежимся по разъемам. Здесь у нас разъем для SD-карточки. Здесь у нас горит только синий огонек. Вот это я не знаю вообще горит или нет. Ну, хотя там написано, что это индикатор зарядки. Но на самом деле, если вы встаете на зарядку, то у вас будет мигать только синий, и уже когда зарядка закончится, он просто мигать перестанет. У нас менее USB, и, в принципе, все. Насчет управления, да, здесь есть, но оно не очень хорошее, мне не очень понравилось. В Клвикл это понятно, в летучий 4.0, если у вас меньше, то работать данная колонка у вас не будет. Насчет многофункциональной кнопки, это кнопочка M, которая дает возможность вам переключаться между режимами. Насчет вот этого плюсика и минуса, я сначала подумал, что это громкость. В принципе, так оно и есть, но это работает, если вы удерживаете эту кнопку в течение двух секунд, и потом отпускаете. Если нет, то эти кнопки дают возможность вам просто переключаться между треками. Это не очень удобно, могли бы сделать... Ну, мы сэкономили на кнопках, понятно, это китайцы. Ну и кнопка, которая позволяет остановить или продолжить воспроизведение данного трека. Ну и также есть вот такое колесико. Я сначала долго не знал, к чему это вообще относится, но потом понял, что это громкость. Очень удобно, чтобы долго не ждать и не нажимать на эту кнопку, покрутил, и все, и громкость. И так, давайте попробуем воспроизвести какой-либо трек. Ну, у меня есть. Давайте, допустим, вот этот. Это минимум. Ну, вот так, я решил просто, чтобы не было авторских прав, нарушения. Значит, мы можем остановить, то есть можем здесь запустить, ну а здесь просто взять и остановить. Не хочет останавливаться, но переключить трек он обязан. Да, трек он переключает, вы видите. Ну вот, останавливать почему-то. Включил TFT-карту, и после этого он начинает нам воспроизводить то, что есть на нашей карточке. Ну, в принципе, я думаю, вам понятно, как это все работает. Также первый режим — это возможность запуска Bluetooth, то есть сопряжение, потом передача музыки, потом второй — это воспроизведение через вашу SD-карточку. Заявлено то, что где-то 64, но я воткнул, в принципе, все работает. Следующий режим давайте нажмем. Он имеет в виду то, что сейчас вы можете подключить любой трек, если у вас есть вот этот провод. Мы вставляем сюда наш мини-USB, вставляем наш джек. Давайте так это сделаем. Ну, и я, в принципе, включу. Громкости хватает. Я не могу сказать, что она слишком громкая, не могу сказать, что она слишком тихая. Это что-то золотая середина, я не знаю. Но на максимальной громкости ничего не хрипит, и все очень хорошо работает. Ну, и последний режим — это радио. Как я не пытался настроить радио, оно у меня, к сожалению, не работало. Может быть, у вас будет, но у меня не нашлась ни одна радиостанция, одни лишь шумы. Куда я не выходил, где я только не тыкался, оно получалось одно и то же. «Ready to connect». «Ready to connect». Он имеет в виду то, что сейчас наша колоночка подключилась к нашему телефону, и мы можем запустить. Вот, иногда колонка не слушается, такое бывает, но это легко поправить, взять ее и выключить. В принципе, вот такой обзор у меня получился. Не знаю, понравился ли он вам или нет, но такой, наверное, кратенький и простейший. Цена 540 рублей, покупала за 450. В принципе, цена хорошая, и не покупайте всякую фигню. Покупайте только проверенные и хорошие гаджеты. На этом у меня все. Всем пока.